Благодаря интернету стало популярно такое прилагательное, как ламповое. Оно означает что-то старое, доброе, душевное, и это слово очень подходит к нашей сегодняшней теме. Мы побывали в гостях у Альберта Волкова, создателя как раз таких тёплых, необычных и стильных светильников, которые он сам называет хипстерскими лампами. Учился я на микроэлектроника в Москве, работаю в IT по инфотехнологиям, аналитикам. То есть вот это является очень сильным контрастом к тому, что я делаю на работе. Поэтому оно очень правильное хобби в моём случае. Там делаешь что-то головой, сюда приходишь, делаешь что-то для души и руками. Несколько лет назад в интернете Альберт увидел, как люди делают лампы из подручных средств и решил попробовать сделать что-то подобное. Сначала сделал подруге, потом сделал сыну подарок. Вот, я говорю, хочешь, я тебе лампу сделаю? Он говорит, вдохнул, ладно, удиви меня. Пришлось удивлять. Старые мясорубки, фотокамеры и любые необычные приборы – всё это может стать материалом для новой лампы. Механический вычислитель наподобие советского «Феликса», на который я вычистил, на который насадил кучу всяких интересных вещей в виде старого вольтметра. Его тоже пришлось чинить, он у меня работал. В вольтметр также я засунул LED. То есть, когда включаешь, то есть должна повернуться стрелочка и внутри загорится тоже лампочка. Вот здесь кусочек от старой керосиновой лампы и дела ещё в процессе. Все необходимые вещи Альберт покупает на интернет-аукционах и потом решает, что из этого получится. Поиметь какую-то идею и потом искать к ней комплектующие довольно-таки тяжело. То есть, я нахожу, вижу какой-нибудь предмет, который мне нравится. Скажем, вот фотик, классный фотик. Я его сразу беру в интернете. Он у меня стоит, дожидается. Дожидается, когда я к нему что-нибудь найду. Хоп, появились ножки. Я беру ножки. Они лежат вместе с фотиком. В итоге из-под руки мастера появляются настоящие шедевры. Сначала Альберт дарил и продавал лампы своим знакомым. Потом стал участвовать в различных ярмарках и продавать через интернет. Первый опыт, который был по продаже, это я пошел на ярмарку рождественскую, на отельский вид. Там купили первую лампу деревянную, которую я сделал из старой вешалки. Более того, можно сказать, что это не просто любительские лампы. Это уже вид искусства, который экспонируется в музеях. В Пиарну. Как там, Анна, Уэлл или что-то в этом духе. То есть выставка именно тех людей, которые делают всякие там художественные произведения из вторичного сырья. Вот я тут очень хорошо вписывался со своими лампами. И они забрали четыре самые классные лампы. Альберт не просто использует старые вещи, но старается делать так, чтобы основные механизмы работали. Поэтому выключатели он делает не отдельно на шнуре, хотя такое тоже случается, а старается интегрировать их в получившийся прибор.